Здравствуйте, Сергей Кудренко. Для своего сайта Кудренко.Инфо мы занимаемся PHP уровень 2. На предыдущих уроках мы поговорили о куках и хедерах. А сейчас мы поговорим на очень важную тему. Это тема сессии. Сессия очень похожа на куки, но имеет другое назначение. Это временное хранилище информации, которое мы можем достать из любого файла PHP, при том, что мы эту сессию инициировали в этих файлах. Очень часто применяется в интернет-магазинах, для того, чтобы создать личный кабинет для каждого пользователя. Сессия используется для того, чтобы хранить информацию временно при открытом браузере. Если браузер закрыт, закрывается, то сессия уничтожается. Сессию можно уничтожить и принудительно. Ну давайте посмотрим такой конкретный пример, как сессия может быть использована. Возможности использования сессии могут быть самые разнообразные. Ну давайте посмотрим на такой пример. Итак, мы создаем файл, сохраняем его как session.php. И возьмем, например, форму. Давайте скопируем и вставим сюда. Если мы перейдем и посмотрим, что мы сейчас имеем на данном файле, то мы имеем... Так, а где этот файл? Вот этот файл session.php. Мы имеем форму. С этой... С помощью этой формы мы залогинимся у нас на сайте. И поместим, давайте, всю эту информацию в сессии. И потом эта сессия будет доступна... Информация из сессии, а именно логин и пароль. В данном случае пароль будет доступна до тех пор, пока браузер не будет закрыт. Или принудительно сессия будет уничтожена. То есть, например, мы создадим еще один файл. И в этом файле мы получим эти значения. В данном случае форма у нас существует. Открываем php. php. И в этой форме давайте сделаем... Напишем такое условие. Что если у нас существует... Не существует сессии. Поставим знак вопроса. Значит, не существует сессии. И дальше пишем глобальный массив. Session. Session. В котором помещается информация о сессиях. Информация помещается в виде ячеек в глобальный массив Session. И вот если у нас не существует сессии. То мы... Ну, например, может какой-то конкретной ячейки. Например, мы будем нажимать логин. Значит, можем здесь поставить логин. Вот здесь у нас поле логин и нейм логин. Значит, у нас должен быть логин в сессии. То мы в этом случае открываем эту форму. PHP. Закрываем PHP. И закрываем. Если же у нас сессия существует... Если у нас не существует... Открывается форма. При нажатии на кнопки отправить... У нас полетят данные в пост. И из этого поста мы передаем информацию в сессии. Для того, чтобы это сделать... Сначала необходимо эту сессию открыть. Пишем Session Start. С помощью этой функции мы открываем сессию. И в каждом файле эта функция Session Start, из которой мы хотим получить информацию из глобального массива Session, должна присутствовать. И ставим такое условие, что если при нажатой кнопке у нас есть глобальный массив пост. То есть у нас полетели данные. А они полетят опять же на этот же файл. Потому что у нас форм в Action прописано. Сервер скриптным. То есть мы передаем информацию опять же на этот же файл. Пост. Пост. И у нас присутствует в этом глобальном массиве ячейка логин. Логин. С ключом логин. То в этом случае мы открываем. И здесь создаем переменную логин. Переменную логин. Логин. И эту переменную мы берем из глобального массива пост. Вот отсюда берем. Копируем и вставляем. Вставляем. И наверное это будет немножко неправильно. Но так для демонстрации. В сессии как правило пароли не хранятся. Но так для демонстрации. Давайте сделаем. ПАС. 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 И опять же переменная. ПАС. И здесь мы берем. ПАС. То есть сюда попадет вот из вот этой вот ячейки. Из вот этого инпута ПАС. Из этого текстового поля у нас попадет информация в глобальный массив пост. Можно. Не можно. А необходимо. Немножко защитить. Наши данные. И поэтому мы пишем. Обрезаем его с двух сторон. С функцией trim. И еще убираем теги. Пишем strip. Text. Text функции. Но все это мы рассматривали. Когда рассматривали формы. На предыдущих занятиях. Так. Ну это поле мы тоже обрабатываем. Делаем его. Integer. Пишем. Integer. Целое число. И. Делаем его абсолютным. Так что убрать отрицательные. Возможно отрицательные значения. Ну опять же. Можно. Обрезать trim. Чтобы лишних пробелов не было. То есть. Таким образом. Немножко защищаем. Наши. Получаемые данные. Из формы. И. Все эти данные. Мы. Помещаем в сессию. То есть. Пишем. Переменная. Session. То есть. Это. Это обычный массив. Session. Который мы уже прониционировали. И. Создаем в нем. Ячейку. Login. 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 И в него помещаем переменную. Login. Login. И то же самое. В. Массив. Помещаем. Пароль. Паспорт. 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 И сюда помещаем переменную. Переменную. Паспорт. Так. Ну. И еще. Последнее. Что мы сделаем. Это. Опять. Перегрузим этот файл. Для того. Чтобы уже. Сессия заработала. А поэтому. Пишем. Хедером. Хедером. Мы уже знаем. Как это делается. На предыдущих занятиях. Мы это разбирали. Пишем. Location. 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 Двоеточие. И. Сюда. Перебрасываем. Опять же. На этот файл. Вот берем. Это значение. Копируем. Это мы. Переходим. Опять же. На этот файл. Так вот. Если. Сессия. Сессия. Существует. То. В этом случае. Мы. Пишем. Else. Else. И. Здесь. Можем. Поставить. Выводим. Echo. И. Посмотрим. Что у нас там. Сессии. Session. 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 Login. 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 И. Второе. Что мы там увидим. Echo. Сделаем. Перенос. B. R. Echo. Session. PASS. так, ну а так как мы говорили что сессия в глобальном оси в сессию есть доступ с любого файла при наличии открытого браузера то есть с любого файла php потому что это именно для php сессии, это разработка для php и так мы можем получить из любого файла то давайте еще создадим еще один файл и сделаем на него ссылку пишем echo и посмотрим как там будет реализована сессия ашрев ашрев здесь мы тут конечно кавычки надо поставить тут и тут и тут точка запятой ашрев ставим одинарные кавычки потому что двойные у нас уже есть и пишем сэшен сэшен один точка php а здесь напишем ссылка ссылка так, ну если вот я ошибок не наделал давайте посмотрим что у нас получилось итак я перегружаю перегружаю переначально у нас открылся открылась форма вводим сюда например серж а сюда какое-то значение пишем отправить итак у нас появилась серж 123 ссылка ну тут еще тоже можно поставить бр перегружаем теперь создаем еще один файл еще один файл называем его как сэшен сэшен один точка php опять же тут открываем php php и пишем эхо эхо возьмем отсюда из этого файла вот это мы возьмем просто посмотрим что у нас там вставляем и конечно же надо еще переначально открыть эту сессию в этом файле ставим вот так вот итак во втором файле мы открываем сессию и из сессии достаем информацию которая в нем хранится давайте посмотрим итак я перегружаю сессия у нас есть нажимаем на ссылку итак вы видите мы переходим во второй файл если тут в адресной строке то видно что сэшен один php и в этом строке и в этом файле мы получили из глобального массива сэшен значение сэшен логин и значение и значение сэшен пас итак на этом уроке все дальше о сессиях поговорим на следующем занятии сэшен